Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Друзья, здравствуйте. Это действительно программа «Лучшее в стране». Меня зовут Юлия Егорова, и я хочу представить вам нашего сегодняшнего гостя. Итак, в студии музыкант, поэт, певец, киноактер, телерадиоведущий Антон Лаврентьев. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие миллионы. Привет, дорогой Антон. Вот сейчас, буквально за несколько минут до эфира, я уточняла у Антона, как правильно представить, вот с чего начать. Музыкант ли, поэт ли, актер ли, ведущий, и все-таки... Музыкант. Музыкант. Все, что делаю в жизни, с шести лет был направлен на продвижение музыки. И походы, точнее, участие во всех проектах. Не только телерадио, театральных и кинопроектов, но и клубные. А были в моей жизни, в моем послужном списке такая история. Тебя же звали на фейсконтроле. Кем ты был? Антон Фейскартон. Фейскартон. Фейскартон, ну. Да, это я. Слушай, давай поговорим о твоем музыкальном туре. Он грандиозный. Я сегодня залезла в твой аккаунт в Инстаграме и поняла, что что-то невероятное. Не вылезает, Лаврентий, оттуда вы, из тура. Не вылезает, да. Так тебе не дают уйти. Там сотни комментариев от твоих поклонников. Капзон, я ухожу, не уходи. Нет, это правда очень приятно. Изначально планировалось, что это будет тур на четыре города, а он вырос уже, по-моему, в 16 городов. Этим летом мы посетили. 16 городов. От Краснодарского края до Владивостока и обратно зацепив и Урал, и Сибирь. И, по идее, 25 числа, прям на Красном Октябре в самом центре Москвы будет заключительный концерт. На крыше. На крыше, конечно же. Куда я всех, дорогие, замечательный. И тебя тоже, и вас, дорогие друзья, зову. Но нет, он будет замыкающим концертом этого лета. А 5 числа мы уже окажемся в Омске. Не все деньги заработал. Дело не в деньгах совершенно. Здесь я исхожу из момента того, что я очень всегда хотел и хочу, чтобы моя музыка доходила до людей. Ты дорвался, так можно сказать, наконец-то. Ты получил то, к чему ты так долго шел. Ящик Пандоры, да. Ты приоткрылся. Да, приоткрылся и пошло-поехало. Давай, подожди, по очереди. Вот сейчас половина России уже тобою окучена. Что у нас, получается, с Сибири начнется? Она уже была этим летом. И она начнется снова. С 15 по 22 мы окажемся в Томске, в Новосибирске, в Иркутске, в Красноярске, в Кемерово, в Барнауле. Потом вернемся в Москву. Да, но до этого же будет Омск. После Омска будут празднования Дня города, где мы выступим. После этого будет концерт в Москве. Есть у нас такой ночной и пьяный концерт. Это когда, собственно, ночью в ночи в заведении в районе чистых прудов мы устраиваем и ночной концерт, где у нас все... Трезвым запрещено быть. Ну, там как бы не получается. Там все стараются. Нет, мы-то пьем сок, конечно. Мы пьем сок и отжимаемся на сцене. Конечно. Смузи. Смузи. Так его называют. Бармены. А потом, после этого, мы отправимся, собственно, в вышеупомянутый тур по Сибири. Вернемся в Москве. А в октябре тоже будут небольшие концерты. И в ноябре мы уедем на Дальний Восток. Мы, говорю я. Я и мои музыканты прекрасные. Мы уедем на Дальний Восток и в Черноземье. Это Курск, Белгород и, боже мой, и Воронеж. А, обалдеть. Скажи, пожалуйста, что у тебя в райдере, вот в этом туре? Он максимально скромен. Чего тебе надобно? Мне надобно поспать. Мне надобно доехать. Сколько надобно Антона Лаврентьева поспать, для того, чтобы быть, вот как сегодня, в эфире Странный ФМ, в духе? Два часа хватает. Ты знаешь, два часа, конечно, это уже нормально. Любое свободное время ты либо сидишь с гитарой, сидишь там что-то делаешь, либо спишь. Спишь. Что еще есть у тебя в райдере интересненького? Ничего интересного. На самом деле, вот за время этого летнего тура мы с ребятами поняли, что очень выгодно и очень правильно по отношению к организаторам, чтобы не возникало никаких оргвопросов именно технического толка, мы просто везем райдер с собой. Нам, по сути, нужны колонки и барабанные установки. Все остальное мы привозим с собой. Потому что хорошему танцору, как там, да, поняла? Сапоги жмут, да. Вот именно. Хорошему танцору, хороший отец. Слушай, а получается, летом не было отдыха, вот отпуска у Антона как такового вообще? Ну почему же? Он был весной, я поехал в конце мая на две целых недели на замечательный остров Бали, где родилась новая песня, которая выйдет в следующем году. Ну, кстати, и этот год богат на премьеры, о которой мы поговорим чуть позже. Конечно же, давай я сейчас отвлекусь на секундочку от тебя, для того, чтобы объявить, у нас же важнейший сегодня момент, эксклюзивный, эксклюзивнейший в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Антон Лаврентьев будет исполнять свою новую песню, как она называется? Не отпускай. Не отпускай, но это будет чуть позже. У нас все готово для живого исполнения. Прямо сейчас предлагаю стартануть с твоего клипа на песню «Океан», потом мы вернемся в нашу студию и услышим Антона вживую. Да! Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Если тебе нечего сказать, то лучше молчи, считай. Это гость программы «Лучшее в стране» Антон Лаврентьев, музыкант, поэт, актер, человек с большой буквы. Человек, который сейчас ответит нам на вопрос, по каким законам работает он. Ладно, так вот, если от пафоса этого нашего отходить. Мы с Антоном разговаривали, что есть сегодня хит, как его создать, и нужен он, не нужен он настоящему музыканту. Вот, Антон, как-то корявенько я сформулировала вопрос. Безусловно, опять-таки. Если ты идешь на большую сцену, это коммерческий проект. И некая солидарность с веяниями и нуждами общества, даже в плане музыки, да, она необходима. Иначе это будут камерные концерты на 50 человек. Ну, кому-то это очень тоже нравится, и кто-то от этого кайфует. И самое главное, разобраться не какой нужен супер-хит, чтобы покорить страну, а чего хочет артист. Чего хочешь ты. Артист хочет славы, это одна ветка развития событий. Артист хочет играть музыку, другая ветка развития событий. Чего хочет наш артист, наш Антон Лавриентьев? Наш артист играет музыку, я хочу стоять на сцене и играть на гитаре. Все? Да. Круто. Я в, ну, не просто как бы сам себе играть на гитаре, я хочу тем, что происходит внутри меня в момент создания музыки, делиться с людьми. На прошедшем концерте под городом Санкт-Петербургом мы с моей командой давали концерт. И это был концерт городского масштаба, и, соответственно, пришли не только люди, почитающие творчество, в курсе того, что есть Антон Лавриентьев, он музыкант, но и зрители, жители, совершенно обыватели всего того, что происходило. И тот концерт был очень примечательным тем, что в какой-то момент, где-то в середине, я осознал, что я вообще вне оценки происходящего. Лажи, которые мы играем, или не играем, да, потому что, ну, ты же всегда, ты же, голова поет, нога танцует, а руки должны играть то, что они играют. Но я понял, что я нахожусь вне пространства, вне времени. Я уже не я. Я, это сцена, это наша команда, это зал, который, ну, точнее, поляна, на которой все это дело происходило, это был открытый концерт. Скажи, пожалуйста, а ты не практикуешь рейки? Буквально вот вчера разговаривала я там с подругами и с друзьями, которые этим занимаются, вот они тоже самое говорили, что человек находится в своем идеальном состоянии, когда он не внутри происходящего, а как бы вот он здесь, но чуть отстраненно наблюдает. Различные формы медитации или энергетического взаимодействия, они близки многим практикам. Люди бегают иногда, зачем? Для того, чтобы выйти из себя самого. Ты медитируешь? Сейчас нет. А, нет, точнее, сейчас я медитирую, вот. Музыка твоя, медитация. Я беру гитару и пошли гонять гонять. Друзья, буквально вот через несколько мгновений вы услышите в прямом эфире «Страна ФМ», как медитирует Антон Лаврентьев. Сегодня действительно есть о чем помедитировать. Да, тем более у нас сегодня премьера песни «Не отпускай». Я так понимаю, что Москва и страна услышат ее впервые на сцене. После завтра. После завтра ты будешь давать концерт на крыше. После завтра услышат на любых носителях, поскольку будет премьера песни. Сегодня же среда, правильно, какой я молодец, чту график. А в воскресенье 25-го на крыше будет премьера ее. Что это за песня? Такой банальный журналистский вопрос. О чем, как она родилась? Все песни о любви. Все о любви? Вообще все о любви. Либо о любви. Либо о нелюбви. И тут каждый решает для себя о любви к стране, о любви к человеку, о любви к своему делу. Или не любви, а любви к народу. Или о нелюбви к какому-то конкретно взятому единице, конкретно взятой единице или группе людей. Это все про любовь. Просто она разная. А бывает такое, например, у тебя состояние, что ты находишься, ну вот действительно, вне любви, может быть, не принятие самого себя обстоятельств и так далее, а песни рождаются вот именно о любви со знаком плюс. Наверное, да. Но я не припомню сейчас тебе, что... Хотя, да, есть, я спою такую песню. Сегодня? Да. Сейчас у нас в эфире Страна.ФМ. Давай мы это сделаем обязательно буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Друзья, здравствуйте. Ну просто с россыпью инфоповодов к нам сегодня пришел музыкант, поэт, ведущий. Готовился. Актер Антон Лаврентьев. Это и тур. И вот сегодня мы сенсационно заявляем, что тур не заканчивается российский. Он продолжится. Сибирь, Черноземье будет, Антон, везде. Да, потом 25 августа концерт на крыше, где вы услышите песню «Не отпускай», но, естественно, первыми ее услышат слушатели и телезрители телерадиоканала «Страна.ФМ». Кроме того, кроме того, кроме того, что еще, что-то еще, что-то еще третье у меня было, что-то и третье было. Ты же выступал в мае на ТЭДе. На ТЭДе. Ты же был спикером крутейшим. Был. Туда же очень сложно попасть, и туда очень надо серьезно готовиться. Вот про этот экспириенс немножко расскажи, потому что дико интересно. На ТЭДе... ТЭД нашел меня сам. Ты не просился. Я не просился. Меня нашел русский куратор ТЭДа Кристина. И я забыл, как ее фамилия, но она, если смотрит, Кристина, привет. Молодец, Антон. И предложила мне выступить в формате 18-минутного выступления, а я как раз, это было зимой, вел работу над созданием музыкально-поэтического погружения, которое назвал «Касса рифма» как и одноименный мой сборник. Верно. И, собственно, мы его и сделали. Стихи, песни, связанные вместе атмосферной музыкой и инструменталом. А важные мысли о смысле бытия от Антона Лаврентьева в этом выступлении были? Так они были зашиты в стихах. А, то есть все 18 минут были в стихотворной форме? Все 18 минут. Стихи с песней. А это правда, что к Теду нужно очень серьезно готовиться, что дают репетитора, который с тобой отрабатывает там посекундно этот номер? Не такого... Ну, мне не нужно было его отрабатывать. Я его как бы... Я его отрабатывал сам. С репетитором. С жизнью его отработало. Да, его жизнь на самом деле отработала. Это правда. Его отработало жизнь. Наверняка такое есть. Но не знаю. Нервничал? Я всегда нервничаю перед... Да ладно. Сейчас нервничаешь? Да. Я перфекционист. Мне хочется, чтобы я ни одной коричневой нотки-то не нажал. А какие у тебя способы справляться с волнением? Как можно? Есть разные техники, но мне повезло... Не, ну твои лайфхаки какие-нибудь эксклюзивчики. Эксклюзивчики, Антон. Мне нужно закрыться в помещении там буквально на три минуты. Просто отпустить ситуацию и понять, что на самом деле, несмотря на то, что человек, выходящий на сцену, он выходит против других людей, то есть он стоит напротив, и он, собственно, что-то им противопоставляет или что-то несет им какую-то новую информацию. А новая информация у людей запоминается изначально с негативной точки зрения, и эмоция доходит минут только через шесть после того, как все начнется. А потом... Что я делаю? Я понимаю, что вот как бы все, момент настал. Это красная черта. Дальше иди и мочи. Я понимаю, что настал момент петь. Прямо сейчас в эфире «Страна-ФМ» живое исполнение Антона Лаврентьева песни «Динамо». «Динамо»? «Динамо», «Динамо». «Динамо» Антон Лаврентьев. Поехали. Я позвонил тебе из автомата. Я попросил тебя быть виноватой. Но столько страсти и боли, столько трепетно оттолкуной. Ты обещала мне весь этот вечер. Я так считал часы до нашей встречи. Но столько страсти и боли, столько трепетно оттолкуной. Моя подруга меня катает по кругу. Моя подруга красива и упруга. Моя подруга такая мадама. Носит фирогамма и живет на «Динамо». Я позвонил тебе из автомата. О-о-о, глух я, сжимая пакет сок томата. В нем тоже страсть есть и боль. Тоже трепетно оттолкуной. Вижу тело вата. Я стою у автомата и скучаю по тебе. Так скучаю по тебе. Света киловатты вырабатываю. И я о тебе пою. Я о тебе пою. Моя подруга меня катает по кругу. Моя подруга красива и упруга. О-о-о, моя подруга такая мадама. Носит фирогамма и живет на «Динамо». Вижу тело вата. Я стою у автомата и скучаю по тебе. Я так скучаю по тебе. Света киловатты вырабатываю. И я о тебе пою. Я о тебе пою. Я позвонил тебе из автомата. О-о-о, я попросил тебя быть виноватой. Но столько страсти и боли. Столько трепета оттолкуной. Антон Лаврентьев. Аплодисменты, Николай. Заряжайте песню «Динамо». Слушай, во мне сейчас боролись женщина и журналист. Потому что журналист, конечно, не должен такие вопросы задавать. Тупые. А женщина не может удержаться. Это мадама на «Динамо» была, есть, придумана, создана. Придумана. Это был тот момент, когда настроение было нормальное. А придумал вот такую историю. Просто рифма «Динамо», «Панамо», «Пакет автоматов». Нет, там я сидел на кухне, что-то наигрывал, какой-то простой мотив. И там я позвонил тебе из автомата. И думаю, блин, прикольно. А что это такое? Ну, родился первый блок первого куплета. А вот в процентном соотношении истории из жизни и твоей песни, вот сколько вымысла, сколько правды? Эмоциональная правда. То есть это, опять-таки, тут такое дело, если взять за основу, что мозг человека ничего не создает, он только синтезирует из полученной информации. Сейчас многие подумали, у кого как, Антон? Конечно, у кого как, да. Поговорим об этом. Во время лоботамои. Но я просто стараюсь не мешать песням писаться. Тут самое главное просто вот расслабиться и получать удовольствие. А как ты включаешь песни писания в себе? По требованию бывает? Когда вся Орел Эшка была песня по требованию. В каждом городе надо было писать песню. Каждые три дня была новая песня. И опять-таки... Мучило тебя это? Вот сейчас уже можно об этом говорить? Я это делал с удовольствием. Я сам это придумал. И здесь самое главное просто не мешать. Расслабиться. Потому что если расслабишься, все, оно идет как творчество. И ставишь себе зарубку, что завтра я песню напишу, и оно пишется. Слушай, я у тебя в Инстаграме увидела пост, просто зацепила меня эта тема. Ты спрашивал у своих подписчиков, какие у них есть такие стыдненькие слабости, за которые как-то вот и не очень-то удобно, но они вот никуда не могут деться. Ты сам причем не ответил же на свой вопрос. Поесть люблю вкусненько, ночью. Атаковать холодильник. Вот прям весь процесс опиши сейчас, потому что это вот эксклюзив, эксклюзивный сейчас. Ты выходишь к холодильнику в 3 часа, в 2 часа, в час. Да, смотрю на него, потом достаю смартфон и в службе доставки заказываю что-нибудь из Макдональдса. Пара-па-па-пам-пам. Мне кажется, что на этой ноте нам нужно потихонечку. Как-то нейтрализовать, да? Да, вкратчиво, нежно, но уверенно на всю страну объявить твою новую песню. Это же премьера. Премьера, друзья. Новый хит Антона Лаврентьева. Песня «Не отпускай» прямо сейчас специально для телерадиоканала «Страна-ФМ». Расход теней Бегу по небу босиком, пасту колес, себя в себя включу винтом. Звезда моя, как будто снежный ком, как будто шаг из детства. Мне сотни лет, и я бегу себе в закат, а солнце диск на небе, будто акробат. Меня лучит, и я лучам безумно рад. Во мне включили сердце, но, но не отпускай, не отпускай меня. Не отпускай меня, не отпускай меня. Игрука, свет ведет меня за горизонт, в руках несет ночных теней ажурный зонт. Вот мы вдвоем, вот вокруг нас город-порт, а вот моря до края. Я иду, я улыбаюсь и молчу, я бумеранг вернусь, как только захочу. И до тебя я землю докручу, я это точно знаю, но... Не отпускай, не отпускай меня. Не отпускай, не отпускай меня. Посадки и взлеты, чужие заботы и разные имена. Не спрашивай, кто ты, так проще меня менять. Проснуться свободным, смеяться с тобой и не выбирать. Но ты не отпускай, но ты не отпускай меня. 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 Не отпускай меня Где жители нашего города и гости столицы смогут послушать эту песню и другие Дорогие друзья, 25 августа, в это воскресенье, в 20.00, крыша, могу ли я называть название? Можем Можем, да? Крыша Фантомаса, которая находится на Красном Октябре, 20.00, жду вас на моем большом электрическом концерте на крыше, приходите, будет хорошо Сфотографироваться с Антоном можно будет? Обязательно, конечно, естественно, естественно Доступ к телу, это все работает, да? Слушай, я вчера рассказала своей подруге, что ко мне приходит Антон Лаврентьев в гости И я говорю, ну нужно же подготовиться, у него такое чувство юмора, мне, наверное, надо сделать блиц, какие-то активитис Она говорит, какой блиц? Ты никогда в жизни не придумаешь такой блиц, который сможет развеселить Антона Лаврентьева Вот как о тебе думают умные, между прочим, девушки Она говорит, придумай лучше для него какие-нибудь вопросы, которые смогут поставить его в тупик Вопросы на интеллект, я говорю, ну... Конечно, 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 хочешь поиграем с тобой? Я же готовился, давай Жизнь тебя приготовила Я же в институте учился, да, давай Так, смотри, ежесуточном, ежесуточном, земля, так гитарку-то далеко не убираем, мы же еще будем петь Я очень быстро Третья песенка у нас будет, да Земля прибавляет в весе 400 тонн Как ты думаешь, Антон, за счет чего она это делает? За счет чего толстеет земля, по мнению Антона Лаврентьева? Парниковые газы и мусор Ох, слушай, ну я бы не догадалась Космическая пыль, ну примерно А, точно, да Примерно сюда Каким двум пассажирам, согласно правилам международных авиаперевозок, это вообще к тебе вопрос, нельзя находиться в одном ряду кресел салона самолета? Каким двум пассажирам нельзя находиться в одном ряду? Мне почему-то, знаешь, кажется, там любовница и жена, например, да? Ну да, это логично, да? Первое, что в голову лезет Первое, что в голову лезет Не знаю, кто, каким, давай, каким, каким Кошка и собака А, прикольно Кстати, кошка и собака Их же надо сдавать Нет, сейчас там есть особое правило Если они легенькие, тоненькие, там ночью не едят, как Антон Лаврентьев, то можно Так, самая короткая в мире река находится в США Имеет в длину 134 метра И крайне необычное короткое название, начинающееся на букву «Д» Как она называется? «Д» Гениаль, аплодисменты, пожалуйста, Николай, Антон Лаврентьев Николай, где наши аплодисменты? Только что, с первой попытки наш гость угадал название реке Так, 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 ну давай последний вопрос Давай Орлы Орлы Совы Совы Мотыльки Мотыльки Антон, драконы Цикады и летучие мыши Лягушки Летучие рыбы Львы и тигры Я уже, наверное, повторяюсь, да? Пошла по кругу Нет Все это включает вид спорта, который культивируется в Китае Назовите его, мой друг, Антон Смотри, уже другом тебя называем Мотыльки Вид спорта Но это какой-нибудь там либо бейсбол Либо Зверушки Зверушки Они Это прям реально Это прям вот спорт И там много летающих зверушек Запуск воздушных Змеев Конечно Змеев или змей, кстати, интересно Надо погуглить По-моему, змей Хорошо А может быть и змеев можно Запуск воздушных змей А я гуглила просто, если честно Прикольно Да Вот сейчас, я думаю, можно включать аплодисменты Это был интеллектуальный блин для Антона Лаврентьева Да какой там А сейчас мы послушаем еще одну песню В живом исполнении нашего гостя Композиция называется «Знаешь» Достаточно я романтично сейчас произнесла название твоей песни Такая социалочка, на самом деле А, вот куда «Знаешь» Антон Лаврентьев «Страна ФМ» Поехали Я бы рассказал тебе, как я живу Я бы рассказал, как это бывает Как оста чертели пробки И как люди воют на луну Но ты Но ты все и так знаешь Я бы рассказал тебе, что такое вдвоем Что такое дом и как без него жить Я бы рассказал тебе, как меркнет свет Когда некого больше любить Но ты все и так знаешь И через каждую жизнь быть твоим Я оставил тебе все, что нужно Чтобы вместе остаться живым Но ты все и так знаешь И стоит ли что-то менять Все и так знаешь И стоит ли мне умирать Если ты улетаешь Я бы рассказал тебе, как я живу Если ты улетаешь Или у других Или у других, как это бывает Может быть, мы встретимся с тобой Знаешь Антон Лаврентьев знает, о чем pottery Наш музыкант, поэт Гость телерадиоканала У нас есть две минуты, Антон И сейчас будет самой Быстрой в истории Телерадиовещания Игр, игра У нас две минуты до конца Две минуты, гениально Я откладываю планшет, я убираю игры И я меняю ход программы Действительно Дмитрий Дебров Не будь ты поэтом, ты бы не читал сейчас Свои стихи, а я готовила Знаешь, сколько я стихов прочитала перед эфиром твоих И как? Зашло? Хорошо, значит, жизнь удалась И день удался Я смотрю на тебя всем сердцем Между нами километры Или метры Зима и весна На любом расстоянии друг друга греем Заменяя солнце Я искал нас с тобой по свету Топая по локоть в тенях И они неизбежны были, если всем альмонахам верить Говорят Без боли нет счастья Говорят, каждый путник среди скитальцев Говорят, каждый сам по себе планета А не спутник, чтобы рядом болтаться Говорят И не знают секрета Что для чувства главного слабость Привязать друг друга, друг другу Потерять, опасаясь связь Я смотрю на тебя всем сердцем Даже если из виду выйдешь Мы с тобой одна планета Ты же видишь Спасибо, было очень классно Антон, часто плачут твои гости на твоих концертах? Я не считаю Бывает Бывает, да? Бывает Мы записывали другой стих для одной компании Ага Рекламной И Был персонал То есть был гримерный цех Операторы Операторская группа Гаферы И режиссер И когда я читал стих В какой-то момент Прям вот расплакался гримерный цех Я не могу Все, девчонки Девчонки полегли А с кем из наших поэтесс современных Ты вот больше всего дружишь? Есть кто-то, с кем хорошо общаешься? Я хорошо общаюсь Я Дружба Такая сокровенная история Здесь как бы Говорит, что я со всеми дружу Нет Друзей мало На свете Их не должно быть много Очень хорошо общаюсь С моей приятельницей И хорошей Давней Завсегдатай Ирой Астаховой Я знаком с Верой Полосковой Жене Соя Вася Акерман Да, наверное, все Из Москвы Есть пара ребят из Украины Прекрасные тоже Поэты Вообще Поэтов много Скажи, пожалуйста А кто вторым После Антона Лаврентьева Читает стихи Антона Лаврентьева? Не знаю Здесь вопрос Это не соревнование Здесь не надо Ну, скажем Я могу, например, рассказать тебе Когда я пишу стихотворения Иногда И бывает такое В моей жизни Это моя мама скажет Кто читает Не декламирует, а читает Конечно Ну, я, конечно, отправляю маме Естественно Ты знаешь Ну, я просто не стала так напрямую Знаешь Отправляешь ли ты стихи своей маме Отправляешь Давай маме привет передадим Мама, дорогая моя, любимая, родная С прошедшим тебе днем рождения Я тебя очень люблю И мы с тобой увидимся на концерте 25-го Да, друзья Мы все с вами увидимся на концерте 25-го августа На крыше клуба «Фантомас» Антон Лаврентьев Сольный концерт Встречаемся там В это воскресенье Спасибо тебе огромное За музыку Дай пять За стихи За настроение И за тебя Настоящего мужчину Антон Лаврентьев Музыкант Поэт Актер Человек с большой буквы Был сегодня в программе «Лучшее в стране» Меня зовут Юлия Егорова Пока Поцелуй-ка Лучшее в стране